Привет, друзья! Меня зовут Александр Макушин и здесь, на своем канале, я рассказываю о фотографии ретуши. Сегодня у нас премьера новой рубрики, которая будет посвящена редактированию в стиле конкретных фотографов. Мы будем анализировать работы, а также повторять ретушь и цветокор. Давайте приместимся к компьютеру и начнем повторять ретушь такого известного фотографа по имени Дэнни Даймонд. Первый ролик я решил посвятить обработке фотографа по имени Дэнни Даймонд. Это человек, у которого есть 300 тысяч подписчиков в инстаграм, он автор курсов по съемке ретуши, а также фотограф, поработавший с невероятным количеством брендов. Почему он? Во-первых, за него проголосовали подписчики во вкладке сообщества. Во-вторых, он наиболее простой для анализа мастер. Новые рубрики всегда стоит начинать с чего-то попроще, и я даже рад, что вы выбрали именно его. Прежде чем взяться за ретушь в стиле Дэнни, необходимо понять очень важную вещь, о которой не часто говорят. Чтобы получить картинку как у определенного фотографа, нужно сначала снимать как тот фотограф. Об этом многие забывают. С фотографий Дэнни все довольно просто. Он фотографирует в любых условиях, в любое время дня, но не ночи. Вечерние и ночные снимки у него отсутствуют, как у вас. Однако важной чертой всегда остается то, что снимает он при рассеянном свете. Даже в средине солнечного дня он пытается найти навес или теневую сторону здания, чтобы избавиться от источника прямого солнечного света. Задний план у него часто остается пересвеченным, но на его прорисовку Дэнни время не тратит, прекрасно понимая, что важнее не боке, рисунок размытия, а герой. Со съемкой в зданиях все гораздо проще, ему необходим лишь сильный источник света из окна. Как правило, это естественный свет. При съемке он активно использует отражатель, почти всегда снимает на 85 миллиметров, иногда на 50 миллиметров и тонирует итоговую картинку вот в такой желтоватой гамме с синевой в тенях. Таким образом, он стирает границу между кадрами, сделанными в разные временные промежутки. Все его герои практически отцентрованы по кадру, если мы говорим про вертикальное расположение кадра. Героя заполняет все пространство, одежда очень простая и лаконичная, также простых оттенков и текстур. Поэтому Дэнни Даймон для меня очень понятен и повторить его картинку довольно просто. Во-первых, выберем соответствующий снимок. Я взял в качестве примера кадр со съемки в Москве. Здесь практически нет свободного пространства по краям кадра, что также присуще фотографии Дэнни Даймонда. В этом смысле кадр нам подходит. Конечно, модель не настолько женственна, как на фотографиях Дэнни, но наша задача исключительно заключается в том, чтобы повторить ретушь и тонировку картинки. Поехали, открываем фотографию в конвертере. Применяю профиль камеры стандартный. У вас может быть любой профиль, который свойственен вашей камере. И начинаем крутить ползунки. Здесь я пояснять особо ничего не буду. Нам важно получить очень ровную, мягкую картинку без сильных контрастов, пересветов и жестких теней. Цветовую температуру я тоже практически трогать не буду. У нас довольно сбалансированная по цвету картинка. Остановились. Итак, вот наш исходник. Первое, что мы делаем, избавляемся от различных неровностей на коже. Создаем дубликат слоя. И начинаем работать с заплаткой. Здесь можно использовать штамп, заплатку, никаких ограничений. Какой инструмент вам удобнее использовать, такой стоит применять. Не будем долго останавливаться на чистке кожи и сразу переходим ко второму этапу. Частотное разложение. Создаем два дубликата слоя. Первый я называю тон. Второй называю текстура. Соответственно, первый слой у нас будет содержать информацию о тоне кожи. Второй будет содержать информацию о текстуре кожи. Отключаю слой текстуры для того, чтобы поработать над слоем тон. Переходим в фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. И применяем к этому слою размытие. Нам необходимо добиться небольшого размытия картинки. Эта цифра не универсальная и зависит от размера вашей фотографии. Потому что фотоаппараты могут выдавать как 20 мегапикселей, так и 50. И это значение может меняться. Нам важно лишь получить небольшое размытие. Остановлюсь в данном случае на этой цифре. Нажимаю ОК. Затем перехожу на слой текстура. Захожу в изображение. Внешний канал. Слой. Выбираю тон. Канал RGB. Наложение. Вычитание. Масштаб 2. Ствиг 128. Эти вещи у меня уже были по умолчанию. Поэтому я здесь практически ничего не меняю. Нажимаем ОК. И затем к этому слою применяем режим наложения. Линейный свет. Картинка у нас приобрела исходный вид. Но мы получили два слоя, позволяющие нам работать как с тоном, так и с текстурой. Слой текстура мы трогать не будем. Будем работать на слое тон. Поэтому переходим на него. И здесь у нас есть несколько вариантов развития. Мы можем взять инструмент штамп. Поставить жесткость на ноль. Определиться с размером, а также с непрозрачностью. И проходить по каким-то сложным участкам кожи, которые необходимо подровнять в плане тона. Можно поступить иначе. Выбрать инструмент микс кисть. Но здесь необходимо будет поколдовать вот с этими показателями. Они могут быть кардинально разными у различных же пользователей. Поэтому в данном случае я этот инструмент применять не буду. Воспользуюсь по традиции собственной методикой. Выберу лассо. И с помощью выделения определенных участков кожи с помощью лассо буду применять к выделенному участку размытия по гауссу. Еще раз зафиксировались на слое тон. Выделили участок. Заходим в фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. И здесь ставим значение, позволяющее нам размыть тон кожи. Обычно эта цифра всегда совпадает с тем значением, которое мы применили к этому слою. Напомню, что я к нему применил значение 7,8 пикселей. Поэтому оставляю то же самое значение. Нажимаю ОК. И теперь просто прохожу этим лассо и чищу участки кожи. Да, здесь есть значение растушевка, позволяющая смягчить границы лассо. Поэтому эту цифру всегда стоит ставить больше 10 пикселей. Сейчас у меня стоит 15. Здесь вы можете применять собственный способ частотного разложения. Их существует множество различных вариантов. Я ни в коем случае не настаиваю на собственном варианте. Используйте тот, который вам известен и удобен. Также долго останавливаться на частотном разложении не буду. У меня есть отдельное видео, посвященное этому приему. А также подборка экшенов, которые вы можете скачать и установить. Это ускорит работу в фотошоп. С частотным разложением мы закончили. Я слегка снижил значение прозрачности у слоя тон для того, чтобы картинка все-таки приобрела естественный вид. Еще пять лет назад Дэнни довольно сильно затирал кожу модели. Все это выглядело не совсем естественно, но сейчас он частотное разложение делает гораздо аккуратнее. Объединим эти слои в группу. Для этого мы можем перетащить эти слои на иконку с папкой. Можно нажать комбинацию клавиш Ctrl G. Следующий этап это прорисовка светотеневого рисунка. Он же Dodge & Burn. О нем я тоже говорил. У меня тоже есть отдельное видео. Создаем новый слой. Можно нажать комбинацию Shift Ctrl N. Применяем режим наложения мягкий свет. И выполняем заливку нейтральным серым. Вот такой слой у нас появился. Затем мы выбираем уже обычную кисть. Переключаемся на палитру и здесь активируем черный и белый цвет. Сделать это также можно нажав клавишу D. Переключение осуществлять кнопкой X. Непрозрачность у кисти я ставлю не выше десяти процентов. Размер также определяю. Жесткость по традиции 0 процентов. И здесь принцип очень простой. Там где у нас есть светлые участки я прохожу и усиливаю их с помощью белой кисти. Теневые участки подчеркиваю черной кистью. Здесь очень важно следить за размером той самой кисти для того чтобы не получить одинаковое осветление. Я слегка подубрал значение прозрачности для того чтобы эффект был не настолько интенсивный. Здесь очень аккуратно прорисовываем вот эти белые блики. Не забываем про руки. Переключаюсь на черную кисть и уже работаю с участками выделяющие сам контур лица. Тоже не буду на этом долго задерживаться потому что прием часто используемой было стало. У Дени светотень прорисованы довольно заметно и причина очень простая. При съемке в средине дня очень сложно получить хороший объем. Картинка даже в тени кажется плоской. Единственная возможность все это дело исправить это искусственная прорисовка объема. Собственно мы ее и сделали. Было стало. Возможно не совсем естественно но мы повторяем технику Дени. Теперь беремся за глаза. Создаем корректирующий слой кривые потому что с помощью них мне будет проще делать блики. и потягиваем вот эту самую картинку вот таким образом. Я сделал глаза немного светлее и контрастнее. Кривая очень простая. Затем я переключаюсь на маску и инвертирую ее с помощью клавиш ctrl i. Теперь на этой инвертированной маске белой кистью мы и будем прорисовывать наши блики. Определяю с радиусом. Ставлю непрозрачность повыше и прорисовываю блик. Если обратить внимание на фотографии Дени, то глаза у моделей светятся не совсем естественно. Все это из-за того что он осветляет радужку глаза целиком. Кстати по поводу ретуши глаз у меня также есть видео. Там я сфокусировался на том чтобы сделать глаза моделей выразительными и естественными. Ссылка сейчас появится в правом углу экрана. Немного снижу непрозрачность потому что эффект сейчас кажется уж совсем не естественным. Оставим дело вот так. Что ж друзья основную работу сделали и теперь переходим к цветокору. Затонировать фотографии можно различными способами. Важно получить лишь тот желтоватый оттенок присущий фотографиям Дени. Поэтому сделать это можно с помощью корректирующего слоя световой баланс. Мы просто беремся за средние тона и получаем вот такую желтоватую картинку. Можно это сделать и с помощью кривых. Мы просто создаем корректирующий слой кривые. Беремся за красный канал. Поднимаем его. Затем зеленый канал. Поднимаем его и уже получаем эту желтую картинку. Здесь может быть этот вариант даже гораздо проще. Поэтому возьмем его за основу. Еще немного покрутим кривые. Останавливаемся вот на этом варианте. В случае чего мы всегда сможем что-то поправить в дальнейшем. Сделали картинку желтоватой. И теперь применяем его фирменный ингредиент. Ту самую смещенную точку черного, переходящую в синеватые оттенки. Сделать это тоже очень просто. Мы создаем корректирующий слой уровня. Выбираем синий канал. И смещаем вот этот вот ползунок выходных значений вправо. Если вам хочется усилить желтизну, сделать это также очень просто. Беремся за другой конец вот этой вот линейки, за другой ползунок и смещаем его в левую сторону. Таким образом мы получаем и смещенную точку черного в синий цвет, и также скорректированную точку белого. Снова поправляю немного кривые, для того чтобы получить наиболее точное совпадение. И останавливаемся вот на таком варианте. Дополнительно можно придать фотографии больше контраста. Для этого мы делаем вот такую простую S-образную кривую, не ярко выраженную. Если вам хочется создать еще более сильный эффект в плане тонировки, вы можете создать новый корректирующий слой. Выбрать цвет. Остановиться вот на этих желтых оттенках. Применить к нему режим наложения. Мягкий свет или прикрытие. И снизить непрозрачность до значения 5-10%. Сам цвет конечно же можно менять. И получать различные варианты дополнительных оттенков. Без оттенка. С дополнительным оттенком. Чуть-чуть я скорректировал вот эту заливку цвета. Давайте посмотрим на итоговый результат. Это была картинка после RAW конвертера. Этот вариант с чисткой кожи, Dodge & Burn, частотным разложением и цветокором. Все слои которые у нас формировались во время цветокора можно менять. Можно также поработать с глазами. Усилить эффект. Все по вашему желанию. И так получилась у нас типичная картинка в стиле Дэнни Даймонда. Не могу сказать что она мне близка. Но как вы видите ничего сложного здесь нет. И основной секрет картинки заключается лишь в особом цветокоре. Который он уже успел я думаю записать как готовый экшен. И это серьезно ускоряет ему обработку. А также делает его картинки более-менее одинаковыми по тону и цвету. Если вам понравился в такой формат разбор обработки. Обязательно оставляйте комментарии. А также делитесь вашими кандидатурами для следующих роликов. Друзья, спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и заходите во вкладку сообщества. Там много интересного. Желаю хорошего дня и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok